Состоялась очередная встреча Владимира Ружицкого с жителями округа. На этот раз главной темой мероприятия стало взаимодействие населения с силовыми структурами. Встреча прошла в Томилине. Несмотря на заявленную основную тему встречи, работа правоохранительных органов, разговор начался совсем с другого. Когда будет в Томилино храм построен? Этот вопрос волновал всех собравшихся на встрече. К его обсуждению периодически возвращались на протяжении всего вечера. Тема оказалась действительно животрепещущей. Храм с 2010 года был определён вами как главой, гарантом нашей Конституции, Люберецкого района на месте сгоревшей вечерней школы. От этого мы не отступали. И эти семь лет мы обиваем пороги, и нас заводят заблуждения местные власти. На многочисленные вопросы о том, как будет решаться вопрос о строительстве храма в Томилине, Владимир Ружицкий ответил кратко. Скажу просто, как решит большинство, так и будет. Вопрос сделаем. На встрече говорили также и о безопасности в округе. Эта тема стала второй горячо обсуждаемой. Наконец навести порядок возле памятников. Потому что это ненормально, что там сидят и распевают, ну и спят, и не знаю, что мусорят. Сколько можно иностранцев в одну квартиру прописать? Наверное, должна быть какая-то норма. Прописывают по 15-20 человек в двухкомнатную квартиру. И что, мы же русскую речь не слышим. Мы слышим только иностранцев. И ведут себя они безобразно. Реакция мгновенна, потому что, когда вы звоните 112, кроме того, что там есть оператор, всегда ведется запись. Запись ведется. И если вы сказали, что вы позвонили и не было реакции, вы правы обратиться ко мне или кому-то другому. Время обозначить, когда обратились. Мы запись поднимем. Если не было реакции, наказание, жесточайшее вплоть до уголовной ответственности. Кроме этого, на встрече обсудили и отмену записи к врачу через регистратуру. Как выяснилось, в округе уже есть недовольные этим нововведением. Это не веяние просто Московской области. Вы все смотрите телевизор, читаете прессу. Это в целом по Российской Федерации принято решение, каким методом осуществлять запись. Кроме этого, на встрече традиционно обсуждались вопросы ЖКХ, организации дополнительного образования, экологии и транспортной доступности в округе. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.